Базовая рамка будет меняться. Чаще всего его исполняют следующим образом. А музыкальность в фигурах без баунса достигается за счет... Сегодня мы поговорим о многострадальном танце джайв, потому что его отрабатывают меньше всего. Всем привет, меня зовут Герман, и это Бальная Латино. Поехали! Ча-ча-ча! И начнем мы рассматривать танец джайв с основного движения. Чаще всего его исполняют следующим образом. Делается ход назад, после чего у нас делается шаг на месте, после чего у нас идет шаг в сторону на подушечку стопы, после чего у нас приставка ноги на подушечку, после чего у нас идет шаг в сторону, и в другую сторону тоже самое. В сторону приставить в сторону. Прежде всего, это вообще не фигура основного движения, а фигура основного движения исполняется так. Исполняется приставка ноги на месте, После чего у нас делается также приставка на один однисти После чего у нас ведет джайв шоссе в сторону Уже по описанному шагам И, собственно, все То, что у нас принято считать основным движением танца джайв На самом деле является основным движением в фолловее Я предлагаю рассмотреть основное движение в фолловее Так как оно является более привычным и чаще используемым Если разложить фигуру основное движение в фолловее То оно состоит из рока и джайв шоссе В одну и в другую сторону Обычно рок исполняет неправильно Это достаточно укоренившаяся ошибка у всех танцоров Исполнять рок в линию Что я имею в виду? Чаще всего рок исполняет просто назад Но это же основное движение в фолловее По этой причине, когда мы делаем основное движение в фолловее У нас происходит поворот на предыдущую долю такта После чего мы делаем ход назад Таким образом на первом шаге есть степень поворота на одну восьмушку Для мальчика влево, для девочки вправо Конкретизирую Одна восьмая это поворот относительно одной четверти То есть ровно на 45 градусов мы будем поворачиваться После чего у нас будет происходить рок Хочется также отметить то, что это основное движение в фолловее Ключевое слово в фолловей Фолловей подразумевает под собой определенную позицию корпуса и изменения в рамке Базовая рамка будет меняться Опять-таки мы делаем поворот на одну восьмушку на предыдущем ударе После чего мы будем менять рамку Это есть стилистическая особенность основного движения в фолловее Следующая стилистическая особенность напрямую связана с наличием баунса Так же как и в самбе баунс присутствует в джайве Но есть одно но Движение бедрами свободно и естественно И на всем шоссе используется небольшой баунс Понятно? На первый взгляд ничего особенного нет в этой фразе Но про баунс в танце джайв не говорится больше ничего А из этой фразы следует то, что баунс используется только на шоссе На роке баунса нет А музыкальность в фигурах без баунса достигается за счет раскачивания бедер Рока Подводя итог, основное движение джайва в фолловее Выглядит следующим образом При исполнении назадакт мы будем исполнять поворот на 1 восьмую Для мальчика влево, для девочки вправо После чего без баунса у нас идет ход назад После чего у нас происходит перенос веса на месте Сгибания коленки и на счет И выпрямления коленки В момент выпрямления подъем на голеностоп Мы будем осуществлять поворот на 1 восьмую вправо После чего мы исполняем ход в сторону на счет 3 На внутреннее ребро подушечки левой ноги После чего на счет И у нас будет подъем И на счет А у нас будет спускание на правую коленку Согнутую на подушечке стопы После чего мы будем исполнять ход в сторону На внутреннее ребро, наступая на пятку Это будет счет 4 После чего мы будем подниматься на стопе На счет И и заканчивать подъем на голеностопе И то же самое в другую сторону 3 и А4 Подписывайтесь на канал Ставьте лайк, звоните в колокольчик Пишите комментарий С вами был Герман И это блог Бальная Латина Успехов! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok